Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле всех вас приветствует. И говорить мы сейчас будем о рукотворной экологической катастрофе, которая уже не первый год накрывает юг Херсонской области. Люди оказались заложниками политиков. Причем эти политики, считая, что делают врагу больно, на самом деле не задумывались о том, что своим гражданам, избирателям сделают в разы больнее, потому что за врага встала вся большая Россия, а за жителей Херсонщины не встал никто. Никто не пришел на помощь и не поддержал. Люди сегодня ходят по квартирам, по щиколотку в воде, все их огороды в воде, улицы в воде и такая вот маленькая Венеция на Херсонщине. Я прочитал материал, посмотрел видеоматериал, который разместил мой собеседник, и не смог удержаться, чтобы не позвонить и не поговорить с Алексеем Валерьевичем Журавко о том, что же происходит на его родине, малой родине в Херсонской области. Алексей Валерьевич, приветствую! Я вас приветствую! Объясните, пожалуйста, что сейчас происходит, почему, кто в этом виноват и что необходимо делать? Ведь туда, насколько я понимаю, недостаточно того, что вот эту, как она называется, плотину взорвать и пустить воду в Крым, даже за деньги, чтобы зарабатывать. Необходимо теперь еще и насосы и куча-куча всего нужного. Вот как специалист, как депутат народной Украины от этой самой Херсонской области, расскажите, объясните, что происходит и что надо срочно делать, и насколько срочно. Среди, дело в том, что когда я был народным депутатом, мы занимались непосредственно этим селом, но не только этим селом, но и другими селами, которые сегодня страдают от так называемых блокадов. Мало того, они умудрились за пять лет разрушить всю гидросистему и дренажную систему, которая до 2014 года работала неуспешно. Да, были проблемы. Все знают, что у нас есть в центре Украины, можно сказать, есть пустыни. Это Олешковские пески. У нас три климатических, будем говорить, три климатических условия. Это жра, это плюс дощевая позиция, ну вот когда дощи идут, я сам не ученый. И плюс степные районы. Это ближе туда, в Геническую, ближе к Крыму. Северо-Крымский канал, он строился для того, чтобы сегодня пополнять водой, давать воду на Крым. И растительная система, это непосредственно увеличение плодовитых земель. У нас есть засоленные земли, у нас есть песочные земли, и у нас есть, ну назовем так, менее аккационные земли. Естественно, необходимая вода. Но в этом случае должна работать дренажная система. Так вот, когда у нас дощи идут, а вы знаете, что песок легко пропускает воду, естественно, грунтовые воды подопирают и начинают топить. Это работала дренажная система. Плюс так называемые отводы. Когда дощи идут, северо-крымский канал включен, вода идет на Крым, естественно, эти воды откачиваются и уходят непосредственно в Крым. Что же на самом деле произошло? Вот давайте маячки. Маячка – это в общей сложности 27 насосов, плюс 4 станции, которые перекачивающие станции. Они стоят, доскакались, довоевались, и фактически тихо-буйная война проходит на территории Херсонской области. Мало того, когда такие дощи ливневые, сильнейшие прошли, вся вода начала подтапливать в жилые помещения, плюс, вы знаете, что есть, где хранятся фекальные стоки, это туалеты и так далее, плюс канализационные стоки. И это все выходит наружу. Но помимо того, что наружу выходит, еще при дальше все попадает в грунтовые воды. Этим никто не занимается. Почему я и сказал? Это первая экологическая катастрофа. Вторая – это самое страшное, когда сегодня рубают лес безбожно, а воды не хватает, потому как у нас засушливое еще место есть. Так вот там, где засушливое место, вымирает лес. И пустыня проходит к нам. Третья катастрофа – это когда соль подпирает и отбирает, можно сказать, черноземы. Потому что раньше, в советское время, с помощью воды была заливка водяная, назовем так. Вы про это знаете прекрасно. Плюс, никто не говорит, что так понимаемая есть закупорка воды, когда застаривается вода, а Северокрымский канал перекрыт. От этого появляется инфекционное заболевание. Это кишечное заболевание. Это может и чума. И что только может не. Это третье. А еще страшнее – это идет Скадовск, Железный порт. Когда Днепровскую воду сливают через отток канала. Вы в том году, я публиковал видео страшное, когда Черное море зеленеет. И такие наросты появляются. Это то, что говорится, что и уничтожается еще побережье Черного моря. А потом они жалуются, почему у нас в Скадовске в Железном порту купаться нельзя. А вот вам ответ. Потому что все равно насосы, которые нагнетают на Днепре и ведут по каналу, они постоянно должны быть в работе. Иначе поля в Каховском районе нельзя будет полить. Ну и в других районах. Вот эти страшные последствия сегодня и сказываются. Если так дальше будет продолжаться и правительство, и херсонцы будут играть в войнушки и в выборы, то закончится это все горе. В один прекрасный день просто-напросто там невозможно будет жить. Это Кахарызово, Маячка, Подокалиновка, частично Голой пристани, частично Железного порта, частично Генического района и частично Каховского района. То есть, приведет к большой проблеме. Поэтому ломать не строить. Вот как бы я, Сергей, это все назвал. Если сегодня срочно не выделить средства на восстановление гидросистемы, на открытие непосредственно самого канала, и если сегодня не восстановить все насосные станции, подстанции не восстановить, и не восстановить саму систему растительную и дренажную, возникнут большие проблемы. Вы помните, отлично, когда произошла экологическая катастрофа на заводе Титан. Я с самого начала заявил, что это беда, блокады, и не надо обвинить кремчан, Россию. Рыба гниет с головы, чистят ее с хвоста. Вы же перекрыли воду. Вы не забывайте, что Советский Союз тогда систему так строил, чтобы оно было цепочки завязано и обрывать эту цепочку нельзя. Это своего рода искусственную экосистему строили. Чем плохо, что построили Северокрымский канал и Цирупинский, Цирупинском районе начали выращивать помидоры, аурцы, село начало возрождаться, люди заезжать туда. Вам что, необходимая была пустыня, но вот дореформировались, получили Европу, ну а теперь будет выжженное поле. Фактически я могу смело заявить, что идет война на территории Украины, только единственная Европа, Америка, сегодня уничтожает украинцев, уничтожает сегодня то, что не ими было построено, а то, что было предками построено. И это все в пику России, рано или поздно, России придется это все восстанавливать. Попомните мои слова, как бы мы не открещивались, это наши люди, поэтому я сегодня и бью в колокола. До свидания. Алексей Валерьевич, ну вот ситуация в стране стремительно сейчас, говорят, меняется, приходит новое понимание, новое видение, новый парламент обещают избрать, но и даже правительство будет новое и вполне вероятно, что вернутся в правительство те люди или придут те люди, которые думают больше о родине, а потом о себе. Или же надежда на это незначительная. Кто бы не пришел сегодня в кабинет министров, кто бы не стал правящей фракцией Верховной Ради, они будут заниматься несколько другими вопросами, а проблемами регионов заниматься им некогда будет, или просто и желание такого, и мысли, что есть регионы Украины, которым надо помогать, вот просто пропадет это желание у них. Сергей, я сегодня не вижу, что в парламенте что-то будет такое серьезное, и люди придут туда серьезнее, я не вижу, я не увидел там людей. Давайте будем говорить так, уже неделю Херсонская область трещит от чрезвычайной ситуации, которая произошла сегодня с подтоплениями всего. Это чрезвычайная ситуация, и президент не должен был поехать туда, на войну, или где-то оно там в зоне ООС, он должен был срочно после того, как мои чайки пришли под администрацию президента, выехать срочно с комиссией, с государственной комиссией, выехать на это чрезвычайная ситуация, немедленно выделить деньги, создать условия, а не сейчас, уже спустя четыре дня, трагедия такая, они включили военных, военные здесь ни при чем, здесь должны работать экологи, инженеры, профессоры, научные работники, выделен должен быть бюджет, все аварийные службы, все насосы должны быть подвезены, если есть аварийные, будем говорить, моменты, которые связаны там, где-то электричество, нет и все остальное, бригады электриков должны быть, а потом должны создать условия для того, чтобы прочистить все водные стоки, потом водные трубы, которые с дырками специальными, это специально подсистема для того, чтобы вода сбрасывалась, все перемычки проверить на гидросистемах, перепроверить полностью закладные участки, там, где перетоки воды, потому что у нас каскадно выстроен Северо-Крымский канал, очистить все трубы, которые идут на сброс и выброс, вот после этого можно что-то говорить, а ведь не президент, не так называемый Гройтман негодяй не приехал, чем мы говорим, все занимаются выборами, какие выборы может быть, может настать момент, когда нечем и неком будет выбирать вас, идиотов, Херсонская область выезжает, вот именно из-за таких маргинальских действий сегодня с Херсонских сел люди уезжают, потому что фермерам невозможно будет работать, если будет заражена земля, фермерам невозможно будет отдавать продукцию, если эта продукция будет опасна для жизни и здоровья, вот к чему сегодня стремились к Кокуми, и они получили, да, Сергей, хочу сказать, хочу сказать, что в этом виноват, Рафар Чубарова и Сляму, все губернаторы предыдущие, вот в этом что сегодня происходит, это трагедия и беда. Ну, давайте чисто гипотетически и теоретически с позиции здравого смысла попробуем подискутировать, время у нас еще есть. Представьте себе ситуацию, сейчас же есть политическая партия, так сказать, региональных субстанций, партия мэров доверяй делам, там такие деловые парни собрались, и Кернис, и Труханов, и может быть из Херсонщины кто-то есть, вот эти дела, дела с партией доверяй телам, вполне могли бы сказать, так, ребят, межрегиональные договоренности должны соблюдаться какие-то, мы можем вполне спокойно заключить, приехать в Симферополь, к тому же Аксенову, вот просто приехать, сказать, Херсонская область и Республика Крым, два соседних регионах, у вас нету воды, у нас проблема с избытком воды, вам нужна эта вода, мы готовы вам поставлять эту воду, взамен вы в консорциуме с нами занимаетесь вот этой ирригацией, осушением и всеми остальными вопросами, просто вот финансируйте из крымского бюджета, помогайте нам, за это вы не платите нам за эту воду, мы вам ее даем по взаимозачету, плюс к этому ко всему, мы осушаем этой территории, и херсонские замечательные огурчики, помидорчики, бахчевые и все остальное мы вам на крымский рынок, на южнобережье и в Симферополь, Севастополь поставляем, жрите, хоть обожритесь этого всего, это наш товар, который херсонщина готова вам продавать, то есть вот простые, без политики, экономические договоренности, или к ним тут же придут из СБУ и возбудят уголовные дела, как против Кучмы, который только заикнулся о прекращении блокады с Донбассом. Сергей, парадоксально, факт и грустно. Я даже не хочу гипотетически обсуждать эти все вопросы. Сегодня они бесполезны. Пока мне сегодня маргеризируется общество и управляет будем говорить негодяем государством, а Зеленский не может взять на себя управление государством, не о чем даже говорить. Понимаете, это бесполезно. Я уже устал болтовной заниматься. Я сегодня говорю о той угрожающей катастрофе, которая придет не только к нам, но и к вам. Потому что взять, если Херсонская область, и Чаплынку, и Каланчак, и Генический район, и плюс уже за границей по ту сторону к острову, назовем так, Российской Федерации, Крыма, соль подходит с угрожающими темпами, урожайность падает. Вот надо о чем думать. И сегодня в первую очередь надо стучать к людям, чтобы Херсон поднимался. Хватит терпеть этот беспредел, геноцид, который проводит собственная власть. Народ сегодня может с требованием выйти и сказать, немедленно включить воду и завести насосы. Вы понимаете, мы говорим уже о других последствиях, понимаете? Потому что сегодня надо говорить уже о конкретике. Ну, довоевались на Донбассе, доходились даже с Херсона атошники, ходили на Донбасс. А теперь как вы объясните своим детям, отцам, что завтра будет холера, не дай бог, или вспышка еще какой-то чумы, страшной болезни, которая будет косить Херсонская область. От этого же пострадают и соседние области, и тот же самый Крым, ведь люди перемещаются. Поэтому надо уже говорить о проблематике, надо немедленно останавливать войну, заняться хозяйством и воспитанием умов. Хватит дурней заниматься, которой занимаются там, в Украине. И вот сегодня тот же самый Зеленский пройдет еще одно испытание. Способлен ли он найти губернатора, который будет заниматься хозяйством, экономикой Херсонской области. Способен ли он на сегодняшний день повлиять на ту ситуацию, которая создана искусственно в Херсоне. Ответят ли за это преступление античеловеческое те тварьи, извините за выражение, которые сегодня заблокировали Крым, которые сегодня пришли в народные депутаты и просто грабили Херсонскую область, а ничего не сделали. Поверьте мне, я ведь каждый район сам лично объезжал, я в каждое село заезжал, я знаю, что такое маячка, Кострогрызово, Подокалинка, что это такое без насосов людям там жить, я знаю, что такое подтопленные дома, поэтому я этому уделял внимание, я помню, как будучи бизнесменом, первый раз обратились к мне, я купил первые пять насосов, и я понял, что без государственной поддержки, без субсидирования села, и без субсидирования на ремонт всей системы каскадной северокрымского канала, просто-напросто этого региона не выжить. Алексей Валерьевич, ну, тогда все становится на свои места, все же понятно, люди, которые принимают российские антикрымские санкции, антидонбасские санкции, они ведь живут не в условиях приграничных территорий, они же не в Херсоне и не в Славянске живут, поэтому откуда им знать? Вот, господин Рева вчера или сегодня только заявил о том, что хотите пенсии, хотите субсидии, на нашу территорию приезжайте, а сколько людей уже умерло на КПП между ДНР и украинской частью Донецкой области, да, то же самое они скажут и Крыму, и Херсону, потому что они-то далеко, в Киеве сидит Рева, в Киеве сидит министр экологии и министр сельского хозяйства, и плевать им на то, что урожайность там падает, это же теперь не государственная политика, не государственные программы, это частный сектор, это простые фермеры, а на этих фермеров можно и наплевать, а вот то, что экология, так это еще и лучше киевской власти, ага, мы сейчас запалим свою хату, чтобы еще и Крым загорелся со всей чумой там и прочими заразами. Сергей, дело в том, что, к сожалению, сегодня украинской власти они не думают за людей. Вот это и есть тот плановый геноцид, который создан не с помощью военных действий, когда пришел, расстрелял, голодовку устроил. Это искусственно создается, когда люди покидают земли. Это все прописано, и писали, что за этим масонское ложе стоит. Поэтому в данный момент таким методом сегодня пытаются сделать дополнительные затраты своему врагу. Ведь сегодня Америка считает, что Россия это арресы, враг. А что бы не натворить дело и не запустить в управленческие центры Украины маргиналом, воров, негодяям. Поэтому все прекрасно понимают, что Крым сегодня тратится на заводы, которые обессоливают воду, обеззараживают воду. Крым сегодня тратится на строительство опреснительных заводов. Поэтому вот вам и все, это дополнительные затраты. Зачем им получать воду с Херсонской области, из Днепра? Вот создали проблему, вот теперь решайте проблему. Поэтому сегодня идет война, а за свое надо бороться, мы славяне, нам надо бороться за свое, нам надо объединяться в Украине, нормальным людям, которые здравомыслящие, которые еще остались, надо спасать, они тоже страдают, нельзя, просто-напросто радоваться, что там беда. Беда сегодня идет на нашей земле, славянской земле, это Украина, Россия, это наши люди. Понятно, что можно сказать так, допустим, дебилы сами себя пожгут, они в принципе и сжигают себя, но самое страшное, что страдают люди. Вот в чате Инна Лежнева задается вопросом, какая чума может быть, 21 век на дворе, а я хочу ей ответить, а какая корь может быть, когда 21 век на дворе, а Украина по коре вышла в чемпионы всего мира по заражениям и детской смертности от этой самой кори. Я попытаюсь объяснить, что мы все знаем прекрасно, что в Херсонской области, в Церюпинском районе, в других районах, где подтапливают, есть, будем говорить, химсклады, которые подтапливать нельзя ни в коем случае. Есть на сегодняшний момент трупные ямы, трупные ямы, туда, куда скот, которые заболевшие, еще что-то, есть сегодня кладбище, в которых подтапливаться нельзя, и так далее. А бактерия, она штука только затопила, назовем так, я же не ученый, только затопила, вылезла наружу, и все, она не разбирается, здорового ты, не здорового, и она кусит всех. Поэтому это так легко рассуждать, и чума вылезет, все знают, сколько она лет может в спящем режиме находиться, и так далее. Поэтому играются со спичками, а огонь потом тяжело потушить. То есть, как бы, я бью колокола и могу обосновать свой страх, могу обосновать, почему я это делаю. Наверное, потому что я знаю, что такое государственное управление, что такое человеческая жизнь. Я ведь видел войну на Донбассе, я ведь вижу, что сегодня происходит в Украине, и у меня сердце просто-напросто ёкает от того, что происходит. Я хочу сказать, ребята, надо заканчивать войну, это люди. Быстрее, а эти ребята в Украине только могут закончить войну, это народ, и Зеленский балуется с о нем. Вот вам живое испытание для него. Алексей Валерьевич, вот я правильно понимаю, что в каждом регионе Украины, в каждой области свои какие-то проблемы. Где-то они сейчас, как на юге Херсонщины, уже вылезли на поверхность, где-то только вылазят, где-то уже эта проблема откричала криком и просто выкосила там все, что можно было, как вот янтарные вот эти прииски, да, что там творится, как западно-украинские леса, Карпаты, которые вырубаются и каждый день эшелонами вывозится лес Кругляк, дорогущий, украинский. И вот каждая область сегодня стоит перед выбором, а что же дальше делать? А выбора-то этого ей и не предоставляют, потому что вы сидите далеко от Украины, Азаров далеко от Украины, Олейник, Олег Царев, Вадим Колесниченко, все те, кто что-то делал, пытался как-то вот за грудки держать чиновников, как народные депутаты, как политики, как министры. Вот сегодня все эти люди оказались не у дел. Может, специально американцы убирали, может быть, план ОСТ по окончательному решению славянского вопроса, который в гитлеровской среде разработан был, сегодня выполняют американские товарищи руками тех же самых потомков-коллаборантов, которые помогали немцам это делать? Сергей, дело в том, что я с вами не согласен. Знаете, я приведу на частном фактор свой. Вот, когда разрушали парк, который я построил под арю городу Церупинскому, и люди промолчали, вот это самое страшное. Вы извините, пожалуйста, я могу все, что хочешь, и на голове скакать, но без поддержки людей я не смогу. поэтому я в данный момент выбрал путь бороться, доказывать, что я прав, и бороться за то, что за каждую, можно сказать, человеческую жизнь, а другие только на кухне борются. Вот, мне обидно за херсонцев, что без руки, без ноги что-то делает, и может, простите, что я так скажу, и пытается достучаться, а вот люди с руками, с ногами почему-то боятся это делать. Я ведь потерял все. Мне сегодня больно смотреть на те партии разрушенные, на те памятники, которые я восстанавливал. Мне больно смотреть, что сегодня вечный огонь в Крупинске не горит, а при мне он горел каждый день, сутками горел. Мне больно, что сегодня школы разрушаются, да, мне больно, что сегодня уничтожается потенциал моей страны. я призываю народ подниматься, хватит, иначе у вас будущее украдут. Что вы оставите детям? Вот Крупинский район практически остается без леса. Это Олежь. А что будет детям передано? А куда дети будут играть? А где врачистый кислород для того, чтобы могли хотя бы наши больные дышать свежим воздухом? Вот это меня добивает. Я-то уже в жизни все увидел. Смерть, горе, разруху, богатство увидел, стремление, депутатство, должность увидел. Но мне-то уже ничего не надо. Я понимаю, что мы все тлены и мы все будем на том свете. Мы все сгнивем. Только вот что вы после своего праха оставите? Будут ли вашему праху люди радоваться? Или будут люди приходить цветы ложить? Или собачки будут отписывать вашу могилку и проклинать люди? Поэтому мне жаль, что сегодня об этом многие не думают. И то, что сегодня происходит в Украине, на Донбассе, в Луганске, это горе. Только единственное, в Донбассе реальная война, пули свистят, бомбы летают, пушки стреляют. А вот там внутри хаос, безличие, бездушие, бесчеловечность. Кладбища растут, как города мертвых. и страна-то умирает. Вот за это мне страшно не видно. Алексей Валерьевич, многоточие ставим в конце этого эфира. Надеемся на то, что мониторят украинские политики программу на самом деле новостного фронта, вас слушают внимательно, и даже если они не признаются, что журавка прав, пусть хоть что-то из того, о чем вы сказали, они возьмут на вооружение, пусть отправят комиссию, пусть начнут заниматься спасением людей, попавших в экологическую катастрофу. Спасибо вам огромное, до свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журавка, народный депутат Украины, предыдущих созывов в эфире программы на самом деле. Я на полном серьезе говорю, ребят, с Украины, СБУшники, правительства, советники Зеленского, те, кто нас иногда посматривает, не просто так вы нас на миротворец всех запихнули, вы же за что-то это делаете. Прислушайтесь к нашим словам, поверьте, люди вас не будут проклинать, люди вам спасибо скажут, если вы повернетесь к этим людям, жителям Херсонщины, лицом. Почему Журавка, живущий далеко за пределами страны, слезами исходит, почему он рыдает от того, что его землякам плохо, а вам почему все равно. Всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова